Приветствую вас. Начинаем нашу работу. Прошу вас, что вы работаете на хорошее, чтобы все было замечательно. Работать вместе. Спасибо. Одному из руководителей подразделения к Кенесевскому району данного банка Ольге Викторовне я хотел бы ей подарить свою книгу. Чуть больше месяца назад был отчет глава администрации об оборудовании и социально-коммерческого развития Кенесевского района. И по хорошей традиции тогда тоже награждали наших граждан, которые сделали этот вклад в учреждения, предприятия. Я не могла тогда присоединиться к этому мероприятию, но сегодня мы, так сказать, все это возвращаем на нормальный рельс. У вас миссингенция Кенесевского района, он всегда рядом, он всегда находится в ингредиенте, поэтому я не знаю, я хочу вас... Демина Вера Валерьевна, главный методист в муниципальном казенном учреждении. Без нее так же не обходится. Вот она, этот человек, знаете, есть люди, которые являются вот такими винтиками, но без них ничего не бывает. Вот с большой, вот с позитивной, наверное, оценки этого слова, видите, вы вот именно тот человек, который делает все. Спасибо вам за работу. За слово для того, что вот улучшение все-таки жизнедеятельности граждан происходит, и все-таки вопросы на определенный приземный уровень ходят. Вот это идет и ваша работа. Постоянно наши граждане покупают очень качественную продукцию, тем более в настоящее время. Это мясокомбинат Нейма. Руководителя сегодня нет, но вот есть у нас представитель. Я с большим удовольствием, Руслан Бажыч, передаю эту награду. Спасибо ему большое за работу, всему вашему коллективу. Сколько правдил 70-й годовщины победы в виде качественного миссия? Вот первое, как эта информация, со СМИ Александр Владимирович, председатель комитета по управлению и развитию массового спорта, культуры, молодежной политики, администрации Министерского муниципального района. В Министерском районе работает организационный комитет, который владеет как представители всех структурных подразделений по направлению, так и представители ветеранских организаций, с которыми мы очень плотно работаем. Проводятся рабочие встречи. По каждому мероприятию идет обсуждение формата проведения всех праздничных торжеств. Основной задачей на 70-летие победы стала идея объединить как можно большее количество жителей города Кингисеппа, Кингисепского района, чтобы они смогли принять участие в различных мероприятиях. Была проведена очень большая работа по подготовке и водоустройству памятных захоронений, по узной информации от специалистов и администраций сельских поселений. Такая работа сейчас активно проводится во всех сельских поселениях. У нас выезжали уже специалисты по маршрутам автопробега, который состоится 8 мая. Посмотрели те места, где у нас будут останавливаться обе автоколонны. Положительно оценена подготовка тех мест захоронений, где пройдут торжественные граммные митинги. Эти места на сегодняшний день уже приведены в соответствии и готовы к приемам детей. У нас была встреча с нашими эстонскими товарищами. С Нарвами приезжали к нам и представители администрации, и представители капитанского корпуса. И там обсуждался вопрос о совместных мероприятиях на 6 мая. Да, у нас прислали предварительную программу, которую они хотели бы реализовать здесь у нас в Кингисепском районе. Мы находимся с ними в тесном контакте и совместно школьники города Нарвы, Ивангорода и Кингисеппа 1-й школы. Это мероприятие проведет и митинг у памятника славы, где захоронен 1-й Советского Союза граммах, и благоустройство эстонского кладбища в роще 500. Второй вопрос. О работе администрации Кингисеппский муниципальный район с письмами, обращениями и заявлениями граждан в 2014 году. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, представляю вашему вниманию информацию о работе администрации муниципального образования Кингисеппский муниципальный район с письмами, обращениями и заявлениями граждан в 2014 году. Работа с обращениями и заявлениями граждан в администрации ведется в соответствии с федеральным законом номер 59 о порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации. 1 декабря 2014 года в администрацию поступило на рассмотрение всего 1009 обращений граждан. Из них 907 письменных и 102 устных обращений, поступивших на личном приеме. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, зарегистрировано на 168 обращений в Россию. То есть в 2013 году их было всего 841. А вот у меня такой вопрос интересует. Скажите, пожалуйста, по этим обращениям, сколько можете сказать процентных решений? Положительные решения вопросов? Ну, вообще, редко, когда решается вопрос отрицательных сторон, в основном всегда дается разъяснение, либо положительное принято решение, приняты какие-то конкретные веры. То есть, о том, что было, что-то в этой статье не было. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие цены, разрешите властичную информацию о выполнении отдела на уроке предпочитательства, отдела государственных полномочий по опеке предпочитательству и социальной поддержке детей-сирот и детей-сташей собственной причины-нравительной. Отдел опеки и предпочитательства осуществляет свою деятельность по организации опеки в соответствии с федеральным законом 48 уже об опеке и попечительстве, областным законом 47 уже обназелении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями, а также в соответствии с основанием положения отдела опеки и попечительства, которое утверждено постановлением администрации. Работой отдела опеки является выявлением и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и непопечительства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 1 апреля у нас было выявлено 6 детей, оставшихся без попечения родителей. Для сравнения, всего в 2014 году было выявлено 34 таких ребенка. При этом на семейное форму устройства из 6 выявленных, 5 у нас детей передано на семейное хирургическое попечительство, и один ребенок был переведен на полное государственное обеспечение. По месту учебы в наш колледж технологии сервиса, поскольку девочки уже через месяц становились совершеннолетними. Два обращения, а в этом году 24, и вы все их удовлетворили. Это по поводу продажи квартир, разрешения на продажу квартир, где зарегистрированы... Где собственниками являются опеками. А отказов сколько было? Были ли отказов? С чем вы отказываете вообще? Отказов у нас не было. Официально, чтобы мы давали отказ, не возражаем против реализации купли-продажи. Как правило, мы пытаемся найти выход из тех жизненных ситуаций, которые существуют. Предположим, родители предполагают купить меньшее жилье, да, или что-то такое. Мы их убеждаем о том, чтобы защитить интересы ребенка, и нужно приобрести равноценную долю в том или ином жилье. То есть мы находим пути решения, находим выходы, но так, чтобы у нас были отказы официальные. Комитет управления имущества в соответствии с 178 федеральным законом выносит на ваше рассмотрение отчет по приватизации за прошедший период. Значит, за 2014 год в городской бюджет от приватизации муниципального муниципального района поступило 3 млн 880 786 рублей. Для сравнения, в 2013 году 2 млн 839 153 тысячи рублей. Конечно, по этому знаку приватизации состоялось из 25 пунктов. Реализовано было фактически 3 пункта. По ряду объектов, объекты были выставлены на продажу, проведено 2 этапа приватизации данных, сдали строение сооружений, но так как не было желающих приобрести данное имущество, торги были прекращены. Принято решение Совета депутатов о переносе объектов на реализацию на 2015 год. Где я могу узнать, что у нас выставлено на продажу? Значит, каждый объект, после того как принимаются условия приватизации, оно публикуется в средствах массовой информации в газете «Восточный берег», на сайте Кингисеппского муниципального района, и сейчас требования закона на торгиру, то есть на федеральном сайте. А вот еще какие-то пути? Вот с субъектами федератов, с соседями? Они же верят на торги, то есть все желающие заходят на этот, и они смотрят, оценивают, с любого региона могут открыть, получить полную информацию. Цену земельного участка в размере кадастровой стоимости земельного участка. И второе, что цена земельного участка определяется в размере 2,5% от кадастровой стоимости при продаже земельного участка непрометческой организации, созданной гражданами, в случае предусмотрения пункта 4, пункта 2, земельного кодекса и юридическим лицам в соответствии с пунктом 5, пункта 5, пункта 2. Здесь речь идет о комплексной застройке под ИЖС. У нас запланировано такое мероприятие, направленное на развитие социального обслуживания и в целях улучшения качества предоставления услуг по социальной поддержке отдельных населений, отдельных категорий граждан. Это установка электронной очереди в одном окне в комитете социальной защитной населения. Для реализации этого мероприятия нам необходимо принять расходные обязательства, чтобы мы смогли использовать эти деньги и рензовы. Предложение по внесению изменений в принятые ранее расходные обязательства. Эти изменения вызваны тем, что в октябре 2014 года было изменение в 130 закон по наделению органов местного управления отдельными государственными полномочиями. И там были внесены поправки, некоторые подпункции объединены в один подпункт. И то есть мы это расходное обязательство приравниваем, привязываем к 130 закону. Кондив решения Совета депутатов Могин-Месевский муниципальный район от 29 декабря 2014 года номер 70-3 по принятию части полномочия и позволяю расходных обязательств по признанию граждан, нуждающих в получении жилищных условий и введению учета граждан в качестве вложающих жилых помещениях для предоставления социальной работы и на приобретение строительства жилого помещения. Уважаемые депутаты, вашему вниманию представлен проект решения обречения изменений в решении Совета депутатов от 29 декабря 2014 года в связи с принятием решения Совета депутатов Могин-Месевского образования в году 26 февраля 2016 года номер 4 по передаче нам вышеуказанных полномочий Могин-Месевский муниципальный район предлагается внести в перечень поселений и заполнить пункт 1 словами муниципальное образование город Ивангород и пункт 3 читать следующую редакцию администрации Могин-Месевский район заключить соглашение о передаче полномочия с администрацией на поселениях, указанных в пункте 1 настоящего решения. По данному проекту решения 3 апреля прошли публичные слушания, протокол публичных слушаний был опубликован, то есть процедура была соблюдена. Данные изменения в основном исполнены внесением изменений в 139 федеральных законах. Вопрос он на комиссии рассматривался и он умеет, так сказать, неоднозначное видение подхода к этому вопросу, но я думаю, что может быть все-таки не предоставим по единистрации. Администрация считает, что сейчас это делать некорректно, потому что по этому же принципу можно было бы добавить и другую газету, скажем, Ивангород, и есть тут какие-то другие источники. Сейчас у нас официальный источник Восточный берег, газета с наибольшим тиражом, несопоставимым с остальными, которая распространяется на территории всего района, в том числе и Ивангорода, мы не должны об этом забывать, и максимальным объемом. Эта система отлажена, и кроме того, мы должны понимать, что мы работаем в условиях 44-го федерального закона, когда мы еще обязаны, а мы платим за информационные услуги, объявлять конкурс для того, чтобы публиковать информацию как о работе администрации, так и нормативно-правовые акты. На данный момент мы для того, чтобы нормативно-правовые акты вступили в силу, они должны быть целиком и полностью, в полном объеме, они называют очень большие регламенты административно до 50 стран и бюджеты, сами знаете, какого объема, должны публиковать в печатном СМИ. В 131-й закон и в закон о средствах массовой информации по законодательной инициативе Ленинградской области, которая сейчас готовится и на согласование, попросят внести изменения, которые дадут нам возможность уйти от необходимости полной публикации НПА в печатном СМИ, а дадут нам возможность размещать их на сайтах. Пока из-за коллизии в законодательстве у нас такой возможности нет. Просто законодательства еще не успели привести в соответствие с реальными требованиями нашего времени. То есть в ближайшее время мы очень надеемся на принятие этих поправок в законы и тогда у нас мы должны будем нести изменения в устав и прописать наш сайт в качестве официального источника публикования СМИ. То есть мы на данный момент не считаем целесообразным и считаем некорректным, а добавлять туда какой-то еще печатный источник, время или по какой-то другому. Дорожаемые коллеги, вот все, что сказала Елена Павловна, рассматриваем вопрос и дополнение газеты «Время» никакого отношения не имеется. Если даже сейчас федеральный закон несут изменения, это тоже на данное решение наше каким-то негативным образом не повлияет и мы не обязаны будем в связи с изменением в федеральном законе вносить изменения в свой устав. Тем более та редакция, которая предлагается, она предлагается таким образом – и или или. То есть у нас, как у Совета депутатов, обседаясь право выбора и маневров в каких-то ситуациях. Никто не уморяет Восточного Берега и его редактора Сергея Игоревича, я с глубоким уважением к нему отношусь, я давно его знаю, но нужно понимать, что мы можем иметь не один источник, и этот источник может предусмотрен в нашем уставе. Один из за против шесть, воздержалось два, решение не будет. Добрый день, уважаемые присутствующие в зале. Вашему вниманию рассмотрение представлено проект решения Совета депутатов о подтверждении положения учреждения и звания почетных гражданин Кингисепска Муниципального района Геннадской области в новой редакции. Изменения в основном коснулись комиссии по отбору кандидатов на присвоение звания почетных гражданин Кингисепска Муниципального района Геннадской области. Теперь это будет единая комиссия по отбору кандидатов и присвоение звания почетных гражданин города Геннадсета и по присвоению звания почетных гражданин Кингисепска Муниципального района. к сожалению, снивелировано, но к нему как-то очень не с большими критериями подходим к тем кандидатам, которые у нас сегодня номинируются на данные должности. И еще считаю, что все-таки, наверное, может быть подумать о том, что в конечном итоге сделать таким образом, чтобы у нас был один почетный гражданин, почетный гражданин города Кингисепка, Кингисепского района. Не разделять на район, а на город, потому что город, столица Кингисепского района, почетный гражданин города Кингисепка, Кингисепского района. После получения разъяснений и методических рекомендаций МИФИДа Российской Федерации, мы просим внести изменения на это указанное решение и установить, что при принятии решения о бюджете, или рассеяния изменения в решении о бюджете, при выделении межбюджетных проспектов нашим выселением, это будет уже являться установленным расходным привязательством. И нам не надо будет дополнительно еще одних решений Совета депутатов выносить уже об установлении расходных привязательств. О бюджете муниципальных образований МИФИДа Российской Федерации, 2016 год и плановый период в 2016-2017 годах. Прокачивание тоже. Мы будем рассмотреть сейчас нашу пояснительную записку проекта решения о внесении изменений в бюджет, которые мы вынесли на ваше рассмотрение. Кроме того, две дополнительные записки в связи с тем, что за период после вынесения нашего проекта к вам в Совет депутатов обратились еще депутаты областного ЗАГСа о распределении своих средств и поступили деньги нам из бюджета Ленинградской области 5 миллионов на празднование дня Ленинградской области. И таким образом у нас основные характеристики бюджета увеличение доходной части составит 21 миллион 900 тысяч и 70 рублей и на такую же сумму увеличение расходной части бюджета. В прошлом году в Совет депутатов области Продолжение следует... 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 Он проработал в Кудисеппи, а потом он был в Ангороде, и у него очень много воспитанников, мастера спорта, и он очень, конечно, много отдал своей жизни вот этому делу, воспитанию ребят, которые, в общем-то, были с незначимым его пользой. Многие из них потом работали в органах внутренних дел, народных хозяйств. Многие до сегодняшнего дня остались преданы боксу, стали судьями, судят соревнования. Поэтому, не учитывая то, что соответствующие обращения есть, еще хочу добавить правильно, что все понимали, что мы здесь бюджетные деньги не тратим. То есть, вот это инициативная группа, и генерация, и так далее, и так далее. То есть, это спонсорские деньги на изготовление этих бюджетных денег. В районе Кудисеппи, муниципальный район, обратилась общественная организация Кудисеппи, местная спортивная федерация «Хоккея» с просьбой заключить договор безвозмездного пользования на неживое помещение площадь 1570 кв.л. Расположенная в административном здании по адресу Кудисеппи, проспект Горбинатский, 2. Ранее, в 2014 году, до 2014 года уже принимали решение, и такой договор с ними был заключен. В соответствии с статьей 17.1 закона о защите конкуренции, им может быть предоставлено данное помещение без проведения торговли. Продолжение следует...